В эфире специальный выпуск программы «Итоги недели», целиком посвященной Великой Победе, главному празднику для нашей страны. В студии Олег Танзийский. Здравствуйте. Итак, прошло 70 лет, как была разгромлена нацистская Германия. В Берлине был подписан акт о ее капитуляции. Так закончилась Великая Отечественная война, которая унесла почти 27 миллионов жизней наших сограждан. Война, которая стала самым страшным испытанием для нашего народа. Мы продолжаем вспоминать павших и чествуем живых свидетелей тех событий, участников кровопролитных сражений, ветеранов и тружеников тыла. 9 мая для региона стал поистине масштабным в главном празднике страны 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Ненецком округе приняли участие 9 тысяч человек. На Парад Победы в Наринмаре и Гуляния в честь Великой памятной даты пришли 6,5 тысяч жителей и гостей города. Великой Отечественной войне Великой Отечественной, труженикам тыла, детям войны. Из Ненецкого округа на фронт в годы Великой Отечественной войны ушли 9 383 человека. Только треть из них вернулась домой. 1 418 дней и ночей наши земляки, солдаты, женщины, старики и дети ковали Великую Победу в тылу и на фронте. Почтить память павших в боях и прикоснуться к живой истории. Сегодня к Обелиску Победы пришли сотни Наринмарцев. На Маратсей, Арбате площади у Обелиска Победы не было свободного места. Жители и гости города стекались рекой в эпицентр празднования одной из самых дорогих для России памятных дат. Целыми коллективами, семьями и непременно с цветами. Тысячи человек пришли почтить память героев-победителей. Старт митингу в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне был дан в 11 часов. Как и в столице нашей Родины, парад Победы начался с торжественного построения военнослужащих. Встроенными рядами к Обелиску Победы прошли военные Наринмарского местного гарнизона, сотрудники УМВД, МЧС и кадеты. Командовал торжественным построением начальник Наринмарского местного гарнизона подполковник Владислав Мирошниченко. Слова человека-легенды, как называют Василия Самойлова в округе, коснулись сердца каждого. Яркий представитель поколения участников Великой Отечественной войны умеет сказать так, чтобы всем стало понятно. Эта победа действительно великая, и память о ней должна жить вечно. От имени всех ветеранов Василий Петрович подарил всем присутствующим стихотворение, автор которого остался неизвестным. Я воевал, был не однажды ранен. Как выжил, до сих пор не знаю сам. Но вырвали мы мир из лап фашистской дряни. И этот мир я завещаю вам. И каждый день мог стать последним в жизни, Но выжили мы назло врагам. Я был счастлив послужить отчизне. Теперь ее я завещаю вам. После торжественного возложения цветов Кобелевску Победы военными и ветеранами, Нескончаемым потоком к нему пошли жители и гости города. Вместе с ними шли и те, кто сражался за нашу родину и кого уже нет с нами. Имена и лица героев победителей гордо несли их потомки. Это бессмертный полк снова встал в строй. Ирина Щипина держит в руках фотографию брата Прокопия Бабикова. Он ушел на фронт в 21 год. В самом начале войны их рота была разбита под эстонским городом Йохве. Владимир Шутковский пришел на парад с фотографией деда Ивана Васильевича Вокуева. Участник Отечественной войны воевал на Карельском фронте. Прошел всю войну. Великая победа застала его в госпитале в Праге. Оправившись от ранения, Иван Гокуев снова встал в строй. Уже в Советско-японской войне. Вернулся домой в сентябре 1945-го. Вот, это мой дедушка. Какие дети? Конечно, да. Молодцы ребята, наши отцы и деды. Такую войну выиграли просто. Просто жалко, что уже их мало остается. Ветераны, к сожалению, уходят. Но кто остался, здоровье, счастье. Из года в год бессмертный полк набирает все больше бойцов. В этом году в него записались 700 героев-победителей. В два раза больше, чем в прошлом. С нескрываемой гордостью их сопровождали к вечному огню 1400 потомков. Показать жителям округа лишь самую малую часть всех лишений военных лет взялась окружная потребительская кооперация. К 70-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в пекарнях испекли блокадный хлеб. Тот самый, который помог сотням тысяч людей выжить в осажденном городе. Суточные нормы хлеба в блокадном городе, как и его компоненты, постоянно изменялись. Но в памяти ленинградцев навсегда останутся 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. По рецепту 41-го года, когда еще не начали химичить, нормально, еще хлеб похож на хлеб. Мы сдаем бесплатно, рассказываем о том, что об акции, чтобы все знали, чтобы почувствовали вкус и вообще, что раньше ели. Не знать горести и войны, утраты и лишений – пожалуй, главное пожелание сегодня ко всем нам, наследникам Великой Победы. И в наших силах сохранить мирное небо над головой, следуя заветам наших отцов, дедов и прадедов. У нас были 70 лет мирного неба над головой. Это были годы созидания и дальнейшего развития. Мне хочется поблагодарить всех участников Великой Отечественной войны. Тех, кто не дожил до победы, тех, кто уже скончался в мирное время. Тружников тыла, которым досталось, наверное, самое тяжелое и самое сложное – обеспечить всем необходимым солдат, которые были в окопах на передовой. Детей войны, этих деток, у которых украли детство, это значит не сказать ничего. Которые хлебнули столько горя и с малолетства работали, работали, не покладая рук. Вместо того, чтобы играть в игрушки, они точили снаряды и готовили одежду, патроны, добывали продовольствие, отправляли на фронт. Вы знаете, низкий им поклон. И я сегодня уже говорил, что я считаю, такой праздник, как День Победы, это прежде всего День Памяти. День Памяти перед тем великим подвигом, который совершил советский народ. И это то самое главное, что мы должны сохранить в наших сердцах и принести сквозь всю свою жизнь и передать последующим поколениям. Передать память о великом подвиге наших предков, потомкам, рассказать им о единении, которое спасло нашу Родину от захватчиков, поименно вспоминать героев-победителей – наша с вами святая обязанность. И пока мы помним, ничто не забыто, никто не забыт. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова рассказывали о происходящем, делились эмоциями, которые царили на празднике.